Девушки отдыхают 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 То есть мы имеем ее право и можем по необходимости строить в любом месте. А специально, чтобы они дежурили, если дежурство в Косомольском парке, такого пока нет? Пока нет, у нас всего сейчас две лошади, они пока будут здесь, в парке не приходятся. Нет, когда увеличится количество. Потом посмотрим. Сергей Александрович, вы сказали, что у лошадей была проведена спецподготовка, а можно поподробнее рассказать, что за спецподготовка? Лошадь, она, как и автомобиль, это средство повышенной опасности. Поэтому простую, необычную лошадь по охране общественного порядка нельзя просто использовать, потому что она может нанести вред сотрудникам полиции, которые с ней работают. Ну, конечно, прежде всего, может нанести вред гуляющим в парке, торчим детям. Этого нельзя допустить. Поэтому лошади, как и наши конники, проходят специальное обучение при такой патрульной службе. Потому что это массовое скопление людей, и мы не должны допустить никаких происшествий, чтобы они какой-то вред нанесли гуляющим. Поэтому они, конечно, проходят специальное обучение, это не так просто. А где они обучались? Здесь или приглашали специалистов где? Здесь, на базе конспортной секции. У нас специалисты-таки есть? Есть, конечно. Скажите, пожалуйста, чем отличается вот несение службы пешего наряда от наряда на лошади? Ну, во-первых, это мобильность, то есть передвижение. Лучше догнать правонарушителей, так же они реагируют на них по-другому. Ну и интересно по-своему на лошади передвижаться. То есть служба стала интереснее? Да. А какие-то сложности есть? Вот они не плюс, а именно сложности, то есть там... Сложности нет, лошади послушные, нас обычно изучают, ежедневно на них ездят, так же сложности никаких.